Вот это да! Вид с террасы Hortus Palatinus на руины и город Хайдельберг. Что может быть прекрасней? Шикарно! Сначала здесь когда-то была средневековая крепость, настоящая неприступная, прямо на горе с толстыми стенами. И каждый правитель из местной династии что-то достраивал от себя, и какой-то корпус замка перестраивал под свой дворец, под свой вкус. Поэтому сегодня это не целый замок, это на самом деле такое скопление, сборище разных дворцов на территории одной крепости. Такой пучок дворцов, который превратился в руины. И уже 300 лет как это руины. Вот это глыба, посмотри. Прям видно, какой мощный был снаряд пороховой. Что-то так рвануло. Представляешь, что здесь творилось? Внутренние помещения видны. То есть здесь, в принципе, видно, как строили раньше. Очень толстые стены, такие бронебойные. Но как мы видим, не бронебойные. Внутри мы видим опора центральная. И она держит своды, которые, в свою очередь, являются потолками крыши помещений, жилых помещений в основном. Так вот и жили, в башнях в основном запирались. Но это одна из таких оборонительных башен. Смотри, мы спускаемся в цвингер, в сухой ров между крепостными стенами. Здесь, кстати, хорошо видно на примере этой стены, что сверху облицовочный камень как бы разобран. Это местные жители после разрушения этих стен, они как бы воровали отсюда камни для строительства новых своих домов. Ну нужно же было город отстраивать как-то. Вот они брали отсюда камни. Удивительно, кстати, что все не разобрали, а только часть. Какие мощные стены. Да, слушай, тучи сгущаются. Погода меняется. Но нам, нам это не страшно, нас это не остановит. Сыро прям так. Противно. То, что надо для истинной руинотерапии. И смотри, вот они мощные ворота, где стоят два суперстража таких непобедимых. Два льва, которые держат яблоко имперское, мол, ну просто власть, красота. Правда, в середине отсутствует герб. Говорят, что, скорее всего, там был такой серебряный или золотой герб роскошный. Но французы, когда здесь мародерствовали, в общем, они отодрали этот герб и из него отчеканили, переплавили его на монеты. Такие парадные монеты в честь победы. Такие победоносные монеты. Где было написано «Хайдельберг уничтожен». Мы видим петли от ворот, все очень круто, шикарно. И дальше идут уже нормальные ворота, то есть двери. Наверное, того времени, где-то, наверное, 1600 года, может, раньше даже. Мощные. И тут маленькая дверь. То есть надо понимать, что они вот эти мощные ворота закрывались и открывалась только маленькая дверь, ну для того, чтобы кого-то пропускать, там слуг может или кого-то еще. И у этой маленькой двери есть кольцо, чтобы стучать в нее. Легендарное кольцо с ведьминым укусом. Смотри, вот так стучишь. Тут видишь, даже под ним такой-такой остался след, выбитый этим кольцом. То есть сколько стучали, представляешь? И здесь мы видим след от укуса ведьмы. Есть такая легенда, что якобы сам князь сказал, сам курфюрст, что тот, кто сможет прокусить вот это кольцо, якобы непрокусаемое. Тому достанется вся власть и весь дворец. Ну и, конечно, многие пытались и якобы жила где-то здесь неподалеку ведьма всемогущая. И она сказала, я смогу с помощью магических сил, короче, подошла, использовала магические силы, укусила настолько сильно, что, короче, у нее зубы треснули и выпали все. Но тем не менее, ты посмотри, она практически расколола кольцо. То есть едва, то есть у нее практически получилось, по сути, да? Ну и этот князь как бы испугался и решил ее казнить на всякий случай. Типа вот вдруг реально получится и реально придется отвечать как бы за слова и подарить ей весь дворец. Нереально, такое тяжелое, мощное. Вообще классно. Погнали во двор. Ты посмотри, ну просто обалдеть. Такой странно, да? Стоит фасад, как будто целый фасад, а за ним ничего нет. То есть только фасад сохранился. Ну, тут стоят, понятно, Геркулес, Александр Македонский, в общем, все великие деятели из мифологии. Потому что это Ренессанс, это же возрождение, возрождение античности, античной культуры. Человек эпохи Ренессанса. Гуманизм. Гуманизм здесь зарождался. То есть есть гуманизм конца 18 века, а есть классический гуманизм, эпохи Ренессанса. Вот это эпохи, когда от слова «хуман», конечно, «хуману». То есть мы человек. То есть в центре всего человек. Теперь мы опираемся не на божество, не на божество, надеемся не только на богов, а на самих себя, грубо говоря. Самосовершенствование, типа путь к успеху и так далее. То есть это есть истинный гуманизм. И он начался еще в эпоху Ренессанса. И вот этот фасад отражает, в принципе, этого гуманизма. Восхваляет именно человека и все его эпостаси, его возможности, его духовные состояния. Примерно так. И вот мы проходим на шикарную романтичную террасу. Вот она. Вот это, да, никого нет. Нам, конечно, везет. Обычно здесь толпы невероятные. Но сами понимаете, по каким причинам. Сейчас здесь мало людей. И тут, смотри, терраса. Такие эркерные башеньки прикольные, смотровые. Эта терраса, это так называемый алтан. Алтан это такой выпирающий элемент. Архитектура такой балкон, который стоит на опорах на земле. Такой отдельно выпирающий, как терраса. Его называют алтан в архитектуре. Это такой большой алтан. То есть такая специальная парадная терраса такая, чтобы любоваться, наслаждаться, праздники здесь всякие проводить и так далее. Тут видно прям разные эпохи. Вот готика у нас выглядывает. Такая поздняя готика 15 век. Настоящая. Там такой рыцарский парадный праздничный зал внутри. И Фридрих спал. То есть дворец Фридриха, пристройка. Поздний ренессанс. Из такого красного песчаника. Очень сильно смотрится. А там, смотри, сторожевая башня, еще частично средневековая, полуразрушенная. Да, и погодка. Кстати, погода подходит под легенду. Под легенду. Смотри, однажды, по легенде, местный князь отправился на охоту. Ну, это понятно. Была хорошая погода, отправился охотиться, все такое. И свою супругу оставил во дворце там внутри. И, конечно, к ней пришел, в общем, рыцарь, кавалер. Ну, сам понимаешь, да? Его звали Саксонику, возможно. Но никто не знает. Никто не знает его имени. Какой-то безымянный рыцарь. Но погода испортилась. Пошел дождь. И князь вернулся. И, конечно же, рыцарь внутри, в спальне княгини услышал Трубадуров, что вот князь возвращается. Блин, облом. Он же должен быть на охоте. А погода испортилась. Короче, полный облом. А шкафа, видать, такого большого нет, чтобы он в доспехах туда влез. Поэтому ему пришлось прям прыгать через окно. И он с разбегу выпрыгнул из одного из этих окон и приземлился прям вот сюда. Бам! Вот примерно так. Прикинь, и тут остался след. Действительно, прям след от ботинка. Прям, вот, знаешь, вмятый такой в камень. Клевая легенда, да? Есть еще другая такая детская легенда, которая, конечно, вообще нам не подходит. Про то, что там был пожар, и рыцарь туда залез, спас принцессу и вместе с ней выпрыгнул сюда. Ну, сами понимаешь, полная фигня, таких рыцарей не бывает. А вот другие бывают все еще. Слушай, прикольный след. И вон там вдали, смотри, уже через дымку проглядывается такой горный хребет. Вон, сними туда вдаль. Вон там где-то вдали он виднеется, такой горный хребет. И вот за ним уже граница Франции. Поэтому французам, по сути, не так уж далеко было до сюда идти. И, конечно же, они хотели заполучить эти земли. Там дальше Неккор впадает в Рейн и уходит все на запад. То есть мы сейчас прямо в центре Европы. Вот оно, сердце, сердце Европы. И одновременно колыбель романтизма. Смотри, дымка такая, видишь, она вытягивается прямо из леса. Как будто, знаешь, такие какие-то призраки прошлого. Духи романтизма, духи предков. Они такие витают, витают над этими местами. Что-то хотят нам сказать. Ну что, нас ждет романтичный сюрприз. Смотри, здесь опять же готическая арка. Вход в старинную пекарню. Средневековую пекарню, между прочим, называется Бакхаус. Ну, то есть пекарня. И здесь сохранилась огромная средневековая печь. Посмотри, прямо в башне. Вот так выглядела придворцовая печь. Потому что здесь, в этом дворцовом комплексе, нужно было содержать примерно 400-500 человек. То есть персонал местный, обслуживающий персонал князя. 400-500 человек. И регулярно, каждый день им нужна была свежая еда. Выпечка, в основном хлеб, конечно, мясо, там все такое. И вот здесь, в этой комнате, в этом помещении, вот это фундамент печи. Представляешь, какая тут жара была. В течение нескольких сотен лет готовили еду. Вот это да, слушай. И теперь здесь шикарный ресторанчик. С местным винишком. Он, он сейчас, здесь сейчас никого нет, кроме нас. Так сложилось исторически. О, и нам, конечно, уже накрыли. Самый романтичный уголок специально для нас. Как тебе такое? Смотри, ты у нас певец, а я венец. Венец. Поэтому, это, кстати, интересная еда. Это такая французско-немецкая пицца. Мало кто не знает, называется пламенный пирог. Флам кухня. Исторически происходит из Франции, из Альзаса, который был то немецкий, то французский. Постоянно менялся, это понятно. И сегодня перерос уже в Германию. А так как мы далеко от Франции, то тут это считается традиционной едой. Такая вот интересная, лайтовая, облегченная, прикольная пицца. У тебя совсем классическая вообще, она обычно вот так выглядела. По сути, народная еда для бедных, как и пицца, если вдруг кто не знал. Всегда была народная еда для бедных, где просто остатки в тесто скатывали. Но сегодня, если правильно приготовить, это очень вкусно и питательно. Так что, как говорил Гёте, жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино. Поэтому я выпью местное белое хайдельбергское вино, а ты местное пивко, как плебей. Странная погода сегодня, переменчивая, как прихоти дворян и правителей. Ну ладно, смотри, смотри, какие роскошные ворота. Удивительно то, что можно подумать, что это ворота, знаешь, 19 века, такие романтические, такие как бы сделаны, как будто руины. Но нет, это реально ворота 17 века. Удивительно. Вон там как раз наверху сказано, что Фридрих V для Елизаветы поставил эти ворота в 1615 году. И говорят, что это должно было быть сюрпризом за одну ночь. То есть представляешь, что она тут вечером гуляет, ляпота, красота, а потом утром он такой проводит ее здесь и говорит, смотри, ворота для тебя. Якобы они действительно были возведены за одну ночь. Ну я не знаю, возможно ли это, но всякое бывает. И вот на этих колоннах мы видим резные мотивы растений, встречаются всякие змеи, насекомые, птички, животные, красота, очень много разных. И был такой конкурс, такая задача, что когда они тут вдвоем гуляли, он ей говорил, найди какое-нибудь животное. И когда она находила очередную птичку, они целовались. Ляпота, да, прям милота. И это вместо того, чтобы править государством, как бы, чтобы не оставаться в кризисе. Понимаешь, то есть у чувака реально немножко крыша поехала. Да, но он молодой. Он был очень молодой, да, и это видно. И поэтому в итоге он потом всю свою власть-то и упустил. Ох, вот оно, вот оно. Истинная руинотерапия. Немецкая, качественная. Ты посмотри, как башню разорвало. Я сейчас объясню, в чем суть руинотерапии. Понимаете, когда вы наблюдаете за настоящими руинами, не за искусственными, за тем, что было разрушено и что когда-то являлось великим, богатым, серьезным, да, то ты думаешь о бренности бытия, о том, что все проходит, о том, что все заканчивается. И когда-то здесь была жизнь, когда-то здесь было одно, а теперь пришла смерть, стало другое. И твоя жизнь точно так же закончится, тоже превратится в руины. А это как некое такое наглядное пособие о том, что это происходит. Ты вспоминаешь, что жить это хорошо сейчас, сегодня. И первые, кто это осознал, были романтики в 19 веке. Потому что до этого люди, конечно, постоянно смотрели на эти руины и был депрессняк. Мол, блин, смотри, символ нашего былого величия, он разрушен, все сломано. Ну, что за фигня, почему сломано? Ну, грустно же, да, меланхолия. А романтики решили, нет, ребята, это не меланхолия. Мы все равно понимаем, что былое величие не восстановить. Но мы можем нас сегодня сделать великими. Это нас мотивирует жить дальше, наблюдать за этим, вспоминать и думать, а как сделать лучше дальше. И радоваться тем, что мы живем сейчас. И романтики это поняли. Руины превратились в символ вообще романтизма. И мы это именуем, истинные странники, руинотерапией. Так что очень рекомендую курс руинотерапии. Проходите здесь. Лечение в Хайдельберге. Лучший антидепрессант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова